Салат ассаламу а'ля Расуллиллах и а'ля Али и Асхаби Аману а'ля Мабар. Первый вопрос. Инталифа тассила аби фиалин муштари. Если товар погиб по причине покупателя, то есть покупатель тот, который поспособствовал гибели товара. То есть на прошлом уроке последний вопрос у нас какой был? Начали с последнего вопроса прошлого урока. Разбор того цикла вопросов, если товар погибает, тогда что происходит? На ком ответственность? На продавцы или на покупатели и тому подобное? И последний вопрос на прошлом уроке, который разобрали, был первым из этого цикла. И касался чего? Если погиб товар не по причине продавца и не по причине покупателя, а по причине посторонних, как стихийное бедствие и тому подобное. То есть то, что ни в руках ни покупателя, ни продавца. Так и указали на правильный ответ в этом вопросе. Теперь следующий вопрос. А если товар талифа бифиалин муштари? Если товар погиб из-за действия покупателя, тогда кто несет ответственность за него? Говорит. Если товар погиб по причине покупателя, то То есть ответственность за цену остается на нем. И это подобно тому, как будто он забрал товар. Потому что он произвел относительно него действия. Понятно или нет? То есть если он погубил товар по своей причине, по причине своей небрежности и тому подобное, То есть тогда он обязан отдать продавцу деньги и товар он не забирает, так как он погиб. То есть продавец не несет ответственность за это. Далее следующий вопрос. Следующий вопрос. Если товар погиб из-за действий третьего человека, постороннего человека? То есть чем отличается от вопросов, которые мы разбирали последним на прошлом уроке? На прошлом уроке товар погиб по причине стихийного бедствия. А сегодня товар погиб в этом вопросе, товар погиб по причине постороннего, третьего лица. Говорит, То есть если товар погиб по причине третьего лица, То этим самым договор между продавцом и покупателем не становится недействительным. То есть только по причине лишь того, что товар погиб, не становится недействительным. То есть договор между покупателем и между продавцом. Но у покупателя в этом случае есть выбор между двумя. 1. Бейннфасх, воруджу, биссаман. Либо он аннулирует сделку сам, то есть по своей воле. Смотри, сделка остается действительной посредством того, что третий посторонний человек какой-то, который зашел в магазин и разбил твой товар, который ты только что купил. Только это лишь действие не делает сделку недействительной. Но право сделать сделку недействительной отдается кому? Покупателю. Так, он здесь что делает? Либо аннулирует сделку сам, то есть желая сам аннулировать ее, то есть и забирает деньги обратно у кого? У продавца. Это первое действие. Потому что талф, то есть гибель товара, произошла тогда, когда товар был до сих пор в руках продавца. И второе, что может сделать покупатель, это оставить договор действительным. И требовать от того вот этого третьей стороны, от третьей стороны, которая разбила этот товар или уничтожила его, требовать от него подобный товар. То есть, допустим, если он, например, разбил стеклянную банку с маслом, в которой было 2 литра масла, требует от него возврата такой же банки. Понятно ли нет? То есть, разбивший должен взять у продавца купить вторую банку такого же масла и отдать кому? Покупателю, который пострадал. Это если у товара есть подобие. А если у товара подобия нет, тогда цену. То есть, допустим, разбил какую-то вазу средних веков и нет у него никакого подобия. Ни на рынке, нигде. Здесь уже не может просто в магазине что-то купить и взамен отдать. Должен что отдать? Аль-Кима. Тогда он отдает цену за этот разбитый товар. Я не знаю никого, кто бы разногласил в этом вопросе. Значит, что получилось? Двое продавец и покупатель договорились относительно товара. Так, относительно товара договорились. Пришла третья сторона, разбила этот товар. Кто несет на себя ответственность? То есть, здесь покупатель имеет право выбора между двумя вещами. Либо аннулирует сделку и говорит, все, я не хочу. Раз разбился товар, мне эта сделка не нужна, возврати мне деньги. И требует деньги у кого? Требует деньги у продавца. А продавец, в свою очередь, возвратится с требованием кому, кто разбил. Ясно или нет? Пойдет и скажет, что ты разбил, отдай мне, верни мне деньги за тот товар, который ты разбил у моего клиента. Либо покупатель может оставить сделку в действительности. Оставить сделку в действительности и требовать митр, то есть, подобный товар у кого? У мутлив, то есть, у того, кто уничтожил этот товар. Если у него есть подобие. Если нет подобия, тогда требует у него кыма, то есть, цену за этот товар. Ясно или нет? Причем, при том, что оставляет сделку в действительности. Далее, следующий вопрос. Говорит, лау атлафа уль бая. Теперь второй вопрос. А если товар был разбит самим продавцом? Говорит, заабель ханабеля и лааннальмуштари лаул хияр. Говорит, ханболиты считают, что в этом случае покупатель также имеет право выбора, подобно тому, как было в прошлом вопросе. Потому что ему нет разницы, разбил ли этот товар или уничтожил его сам продавец, или какая-то третья сторона, то есть, третье какое-то постороннее лицо. То есть, исходя из первого мнения, что получается? То, что покупатель требует от продавца свои деньги и разрывает сделку. Либо что делает? Либо оставляет сделку в действительности и требует от продавца подобный товар. Или, если нет подобия, тогда деньги. За этот товар, за разбитый товар. Это, иншаллах, усвоили. Говорит, Амазар шафиитов в том, что этот акт, то есть, этот договор, становится недействительным. И все, что имеет право, и все, что имеет право покупатель в данном случае, это требует цену у кого, требует обратно деньги у продавца. И не имеет права требовать что-то подобное. Говорит, Потому что это талавш, то есть, гибель, то есть, за которую несет ответственность покупатель. Говорит, И это же мнение выбрал шейх Ибн Асамин. Потому что этот товар уже стал чем? Владением покупателя. Поэтому он имеет право на то, чтобы требовать подобие. То есть, если, допустим, кто-то пришел в твой дом и разбил что-то у тебя, ты имеешь право требовать, что здесь в данном случае? Подобие. И если только нет подобия, тогда цену. Это усвоили. Здесь, говорит, то же самое. Так как товар считается уже после расхода между продавцом и между покупателем, считается принадлежащим покупателю, в этом случае он имеет право требовать не просто цену, но имеет право до цены еще требовать что? Сам товар. То есть, подобие этого товара. Говорит, А если люди еще не разошлись, то есть, сделка еще не оказалась заключенной до конца, Тогда правильным мнением является мнение шафиитов, что в этом случае покупатель не может требовать подобия этого товара, но требует только свои деньги обратно. Так, а если еще деньги не отдал, тогда ничего не отдает, но сделка является какой? Аннулированной. Это усвоили или нет? Почему он в данном случае не может требовать подобия товара? Потому что право владения этим товаром, который был разбит, к нему еще не перешло полностью, то есть к покупателю, потому что сделка продолжает быть незаключенной полноценно, тогда как люди еще не разошлись. Это усвоили или нет? Поэтому подобие не может требовать просто Кто-то забирает свои деньги, если он их отдал, если еще не отдал, тогда оставляет свои деньги и на этом расходится. Далее, следующий вопрос. Вопрос «Уджират Улькейль уанаплюльбабаа» говорит «На ком Уджират Улькейль, то есть плата за взвешивание уанаплюльбабаа и плата за перевоз?» То есть кто-то может подумать, за какое взвешивание может быть плата. То есть кто-то, допустим, на весах взвесил килограмм помидоров, за что здесь платить? Но это бывает, может быть, непонятно относительно килограмма помидоров. А если речь идет о большом количестве товаров, об оптовых сделках, так, когда люди везут вагонами и тому подобное, что-либо из нефти или угля, например, и так далее, и требуется его взвешивание, так, то это взвешивание стоит денег. Кто это будет? Кто будет заниматься взвешиванием товара? Покупатель или продавец? Кто на себя берет эту сумму? И также перевозка. Кто на себя берет сумму перевозки? Покупатель или продавец? «Основа то, что взвешивание и цена за это взвешивание ложится на продавца». Почему? Потому что он в его целях продать этот товар. И все, что касается тех действий, которые до отдачи этого товара покупателю, все это ложится на кого? На продавца. То есть перевозка до его магазина, взвешивание, расставление, то есть расставление цен и тому подобное. Все эти вещи касаются чего? До продажного периода. Все они ложатся на кого? На продавца. «Ваучра туннахал ален муштари». А что касается, наоборот, уже перевозки, то основа в этом, что она на покупателе. То есть если я уже у тебя товар забрал, то здесь я не имею права требовать от тебя, чтобы ты мне его обязательно поставил на свои деньги. Но поставка это уже на мне. То есть вывоз, поставка, все на мне. Говорит, «Илля аньятарал да я аля хилля фидал». Кроме как, если они сойдутся на чем? Вместе на противном, на противоположном. То есть если основа, что доставка на покупателе, но договорятся, что доставка на продавца. Тогда вложится ответственность за доставку на продавца в случае договора. Или наоборот, взвешивание на продавца, но договорятся, что в данном случае взвешивание будет оплачивать покупатель. Тогда получается ответственность на кого? На покупателя. Знаешь, основа, то, что любые действия предпродажные до продажного периода ложатся на продавца. Основа, то, что все, что после продажи, как доставка, перевоз, вывоз и тому подобное, все это ложится на кого? На покупателя. Кроме как, если они не договорятся в своем договоре на обратном. Если договорятся на обратном, тогда работают, исходя из их договора. «Уадаховль фукаламсар» и это слово «фукаламсар», то есть ученых по фирху всех земель. Так, этот вопрос также понятен. Далее. Следующий вопрос. Если человек купил еду, то есть в каком-либо объеме, а затем решил его продать. Должен ли он взвесить этот товар или посмотреть его объем, рассчитать его объем второй раз? Смотри, взял человек, допустим, мешок муки или, например, мешок картошки или, например, ведро крупы. Затем взвесил его, то есть когда он покупал у продавца, взвесил, получилось, допустим, ровно ведро. Так, допустим, была куча зерна, он взял ведро и купил одно ведро. Затем ушел, хочет продать второй раз, хочет продать теперь сам уже, самостоятельно. Вывалил опять в кучу и продает. Приходит новый покупатель, должен ли он опять его взвесить, как бы объем его рассчитать ведром? Или может продать уже так, рассчитывая, что здесь ведро? Говорит, приводит имама Ахмад в своем муснаде, и этот же хадис приводит имама Аль-Бухари в форме подвешенной в своем достоверном сборнике. Из главы о торговле. От Усмана ибн Афана о том, что пророк сказал ему, Если ты продаешь факиль, то взвесь, то есть рассчитай объем. И если ты покупаешь факталь, то есть тоже, сделай что, рассчитай объем. Ахраджи Айдван ибн Маджи от Даракутни Аль-Баха, и его хадис Аль-Хасан. Этот хадис также приводит ибн Маджи, то есть кроме имама Ахмада и Бухари, ибн Маджи Даракутни Аль-Баха, и этот хадис является хорошим. Теперь второй хадис в этом вопросе, приводится также ибн Маджи Аль-Баха, и со слов Джабри Аль-Баха. То, что пророк запретил продавать продукты или еду, пока относительно него не пройдет два взвешивания. Взвешивание, когда ты сам покупаешь, и взвешивание, когда ты его продаешь. Видишь, са аль-бая, ва са аль-муштари, а это взвешивание продавца и взвешивание покупателя, то есть который сам теперь превращается в продавца, пусть то, как он купил. Но в веснае этого сообщения ибн Маджи SL и Бухари Аль-Баха, и в нем слабость. И это же самый хадис приходит уже не со слов Джабри Аль-Баха, а со слов Аль-Баха, также как приводят ибн Маджи Аль-Баха, а также Аль-Базар. Но в веснае этого сообщения Муслим ибн Аль-Муслим Аль-Джарми. У него есть биография, то есть в книге Лисан ильмизан, в нем также слабость. Слабость имеется в виду в памяти. Потом я нашел то, что Хатыб Аль-Багдади назвал его крепким в своей книге «Тарих Багдад» и упомянул о нем. Ибн Абихатин в своей книге «Джарх Аль-Таадил» и сказал «Рава Ани Ангу Аль-Мунзир Ибн Шазан». Хадисы от него передает Аль-Мунзир Ибн Шазан. Ибн Абихатин в своей книге «Джарх Аль-Мунзир Ибн Шазан» передавая хадисы от этого человека, Муслим Ибн Абимуслим Аль-Джархи сказал «Инна у катала миа альф минаррум». Он убил своей собственной рукой 100 тысяч римлян во время сражений. То есть в нем слабость, не имеется в виду слабость в его мышцах. Мышцы были, маша Аллах. Но память была слабовата в этом смысле. В итоге этот хадис доходит до уровня хорошего. То есть два изнада и два разных хадиса. Хадис Джайбер и хадис Абу Гурейра. В обоих есть небольшая слабость. И это делает хадис доходящим до уровня хорошего и угодного выдовода. Значит, что в нем приходит? То, что пророк, саллиллаху асаляму, запретил продавать еду, пока в нем не пройдет два взвешивания. Взвешивание, когда ты сам покупаешь, и взвешивание новое, когда ты продаешь. И говорит, эти хадисы были взяты в довод на то, что если человек купил что-либо, то есть взвесив это, или рассчитав его объем, а затем забрал этот товар, а потом продает его кому-то другому. Он не имеет права продавать этот товар второй раз, то есть от себя уже, без повторного взвешивания. То есть основываясь лишь на взвешивание первое. Пока не взвесит его второй раз второму покупателю. Говорит и это мнение большинства ученых, как это передал от них Ибн Хаджир в своей книге Фатху-ль-Бари. Дальше говорит Иван Шукани, то что Атай Ибн Абирабах сказал, Это второе мнение в вопросе, то что разрешено продавать этот же товар, рассчитывая на первое взвешивание в любом случае. И третье мнение в вопросе, если человек продал товар за деньги сразу, то есть без рассрочки, то он может продавать товар посредством первого взвешивания. Не взвешивая заново. А если он продал его в рассрочку, то есть так, что сам еще не расплатился должным образом за этот товар, то он должен взвешивать второй раз. Говорит Иван Шукани, и более правильное мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, не разделяя между видами сделки, то есть продал так или купил так в рассрочку или не в рассрочку, без разницы. Говорит, из-за тех хадисов, которые имеются у нас в главе, которые, то есть из-за их большого количества, доходят до уровня годных в довод. Говорит, это если торговля произошла по взвешиванию. А если же сделка проходила, то есть джизатан, так, что человек купил товар кучей, то есть не взвешивая его и не проводя его, не исчисляя его объем. То есть здесь уже не нужно взвешивать этот товар второй раз, если он хочет его сам, в свою очередь, продать. То есть сам купил кучей, может продать кучей. Но если купил его взвешивая, должен продать его взвешивание. Говорит Иван Шукани, и говорит Шех Хамат и Махизан, и мнение большинства ученых в этом вопросе является верным. То есть заключается в том, что человек, если купил какой-то товар, взвесив его или рассчитав его объем, то затем, когда он привел этот товар или принес его в свой магазин, должен что сделать? Должен продавать его также взвешивая повторно, не основываясь на первое взвешивание. И здесь необходимо сделать одно исключение, которое касается нашей современности. То, что если товар находится в какой-то упаковке, то что называется мабута, то есть упаковка какая конкретная, в ней известен ее вес, известен ее объем и тому подобное, то здесь не нужно его повторно взвешивать. То есть если ты, допустим, продаешь муку и знаешь, что в мешках 50 кг, то нет смысла здесь, когда ты забрал как мешки по 50 кг, нет здесь смысла, когда ты забрал мешки по 50 кг, когда ты второй раз продаешь опять их взвешивать и тому подобное. Ясно или нет? То есть этот мешок ясен, что в нем 50 килограмм он не меняется, он запечатан. То же самое другие товары, которые находятся как запечатанная продукция. Условили ли они? Здесь уже нет смысла второй раз завершивать. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Каково постановление продавать какой-то товар или какую-то еду кучей? Когда ты приходишь и говоришь, сколько это куча помидоров, или сколько это куча картошки, или сколько это куча гранатов. И покупаешь их на рынке оптовом, то есть овощном. Можно так делать или нет? Или обязательно необходимо взвесить или рассчитать объем этого товара и тому подобное? Говорит, И если ты купил какой-то товар кучей, можно ли продавать его до того, как ты к себе его заберешь? Или обязательно нужно сначала к себе его перенести, а потом только продавать? Говорит, Во-первых, что касается первой части вопроса, можно ли вообще кучами товар продавать или нет? То есть без определения конкретного веса или объема. Говорит, большинство ученых считает, что разрешена такая торговля и позволительно. Без разницы, знает ли продавец количество этого товара, то есть его вес или объем, или не знает этого. Из-за хадиса Ибн Умара, который приходит у Бухарии, мусульман. То, что они, то есть во времена сподвижника, во времена пророка, салаллаху алисаляма, торговали друг с другом, продавали друг другу еду кучами. А имам Малик сказал, если продавец знает конкретный вес или конкретный объем этого товара, то он не должен продавать его кучей, но должен сообщить о том, какой его вес или какой его объем конкретно. Но правильным мнением в этом вопросе является мнение большинства ученых из-за общности этого хадиса. То есть в хадисах не приходит указание на этот татрик, на эту разницу, знает продавец конкретно объем или вес, или не знает этого. Значит, с первой частью разобрали, что получилось, может ли человек продавать товар кучей. Может и разрешено покупателю покупать такой товар на основе чего зрения. То есть посмотрел на кучу, примерно определил. То есть определение происходит как какое, не точное, а примерно, что здесь примерно столько-то килограмм, или примерно такой-то объем. Или я выручу из этой кучи примерно столько-то. Значит, я могу отдать меньше, чем это. То есть человек может рассчитать, выигрышно для него купить эту кучу товара или не выигрышно. Вот это ясно или нет? Это разрешается. Теперь вторая часть вопроса. А можно ли продавать кучу этого товара до того, как ты их себе забрал? Говорит в этом вопросе мнение. Первое мнение, которое принадлежит имаму Малику, Исхаку, Аля Узай, а также имаму Ахмуду в одном из ревятов от него, то что это разрешено. То есть если продается товар кучей, то не обязательно его переносить. Можно продать его прямо в этом месте. И в довод на это привели хадисы Ибн Умара. Тот, который купил еду по объему или по весу, то пусть не продает его, пока не заберет себе. Так, значит, они что поняли из этого хадиса? То, что если ты купил товар, соответственно, не по весу и не по объему, а то есть кучей, тогда уже не обязательно забирать себе, прежде чем продавать. Можно продавать, пока не забрал себе. Такой вывод делается из Мафум. Мафумный хадис. То есть понимается это из чего из хадиса. Но в этой добавке есть слабость, как мы это уже разъясняли при рассмотрении первого вопроса. И хадис Ибн Умара у Бухари Муслим ясно приходит в нем указание на то, что Пророк в этом случае приказывал им унести этот товар на свое место. Помните, эти хадисы мы брали. Сразу несколько хадисов, в которых приходит речь именно о чем? Речь именно о продаже вещи джизафана, если происходило это кучей. Так, приходило это сразу несколько хадисов относительно этого. В нем приходило, что Ибн Умар говорит, или в них, что Ибн Умар говорил, мы продавали друг другу товар кучами, и при этом Пророк, с.а.м., приказывал нам перенести этот товар себе, то есть в свой рихаль, то есть в свои места или в свои места торговли, и не продавать его там же, где он купил. И в другом хадисе приходит то, что Пророк, с.а.м., послал людей, которые побивали людей за то, что они продают эту кучу, не перенеся к себе. Говорит, нам это прочитали. И говорит, слова этого хадиса мы уже упоминали ранее. Это на странице 324, то есть приходят ясные хадисы. Видишь, смотри. Мы покупали еду, то есть Минар Рукбан, от крестьян, то есть которые приезжали из деревень, джизафан, кучами. И посланник Аллах, с.а.м., запрещал нам продавать этот товар, пока мы не перенесем его в свои торговые точки, то есть в свои места на рынке. Рава Аль-Бухари и Муслим, этот хадис приходит у Бухари и Муслима. И таких хадисов сразу несколько приходит у нас на 324-й странице, мы их упоминали. При рассмотрении вопроса, каким образом происходит забирание товара. И эти ясные хадисы отдаются им предпочтение перед этой добавкой, которая является слабой, или в ней есть слабость. И к тому же, даже если бы она была достоверной, не означает то, что на ней строится постановление из понимания. Так или нет, из понимания этого хадиса, вместо тем, что у нас есть ясные хадисы, говорящие о том, что необходимо перенести товар в другое место. Говорит и это мнение большинства ученых, которые сказали, что это действительно не разрешено, пока человек не заберет эту кучу себе. И одному Аллаху лучше известно. И можете подписать это также мнение шейха Ибн Усаймина и шейха Ислама Ибн Таймии. Значит, можно ли продавать товар кучами, без определения точного, четкого объема или веса? Это разрешено, то есть, если человек примерно определяет зрительно, своей зрительной фиксацией, сколько примерно в нем килограмм или объема. Теперь другой вопрос. А можно ли продавать вещь, которую ты купил кучей, в этом же месте? Или ты должен перенести свое место, откуда ты будешь продавать со своей точки? Говорим, нельзя этого делать, но обязан перенести, так же, как любой остальной товар необходимо забрать, прежде чем его продавать. То, что он покупается кучей, не делать его исключение из общего постановления. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Смотри, этот вопрос важный. Можно ли продавать товар, который ты не забрал в свое владение, из тех товаров, которые ты приобрел, не в процессе имущественного взаимоотношения? То есть, ты его не купил, тебе его подарили, или у тебя осталось это в наследство, или получил как анима, как трофей и тому подобное. Можно ли продавать до того, как ты его забрал? Вот смотри, до этого, помните, мы разбирали эти вопросы. Разбирали немножко с другой стороны. Наоборот, разбирали. Со стороны наоборот. Говорили, человек, который купил какой-то товар, купил его. Что такое купил? То есть, приобрел его на основании взаимного имущественного обмена. То есть, отдал деньги, забрал товар. Купил товар. Мы говорили, может ли он продать его до того, как он его забрал? Мы говорили, продать не может. То есть, любое имущественное взаимоотношение с этим товаром он не может сделать, пока не заберет его у продавца. Вспомнили это или нет? Потом разбирали вопрос, а подарить он его может или нет? Или в наследство оставить может или нет? Или, допустим, в садах отдать может или нет? Говорили, в этом случае можно, потому что это не имущественное отношение. Может отдать, даже если еще не забрал этот товар. Помните или нет? Говорили то же самое относительно освобождения раба и так далее. Теперь смотри, вопрос наоборот. Теперь речь не идет, может ли он его подарить и тому подобное. Здесь речь идет, а если он его сам приобрел без имущественного взаимоотношения, не купил его, но перепал ему этот товар как-то по-другому. Либо садах отдали, либо подарок дали, либо волосы оставили, либо наследство осталось и тому подобное. То есть, не перешел ему этот товар взамен на то, что он отдал деньги. Может ли он его продавать до того, как его заберет? А что касается такого товара, который был приобретен во владение биэльф, например, посредством наследства, ауасия, или посредством завещания, ауганима, или посредством военных трофеев, то есть, когда человек сражается на сражении. И сражение заканчивается победой, и мусульмане получают какие-то трофеи. Эти трофеи были получены взамен имущественных отношений или неимущественных? Нет, взамен чего? Сражения. Правильно ли? Говорит, И при этом его владение, то есть, было определено конкретно, как его доля. Говорит, в этом случае он имеет право производить различные действия относительно этого товара, как, например, продавать его, или дарить его, как продажа, или что-либо другое. Говорит, даже если он еще его не забрал. Потому что этот товар получен непосредством имущественного взаимоотношения. И он приравнивается к своему постановлению тому товару, который ты забрал. И это Ну, куда мы? Это Мазар, Абханифа и Шафи, и я не знаю ни от кого разногласия в этом вопросе. Значит, еще раз подведем итог. Смотри, человек получил наследство. Позвонили, сказали, тебе тут наследство осталось. Позвонили, сказали, тебе тут завещание осталось. Позвонили, сказали, или что после битвы Жанима к нему перешла. Часть какая-то трофея перешла. Вот эти все виды перехода имущества произошли взамен денег или нет? Не, не взамен денег. То есть, человек ничего не делал, никаких денег не давал сам, этот товар к нему пришел. За бесплатный, грубо говоря. В этом случае он может его продать кому-нибудь? Еще не забрал трофей? Еще не забрал наследство? Наследство до сих пор где? Не у него. Наследство до сих пор не у него. Его еще не забрал. Может он сразу его подарить, продать и тому подобное. Говорит, в этом случае может. Почему? Потому что этот товар не был получен взамен на деньги. Но был получен просто так. Теперь вопрос. Но есть важное ограничение этого. Если его доля была определена конкретно. То есть, как это понять? Смотри, допустим, осталось наследство от родителя, допустим, три автомобиля. Между тем, что родственников больше. То есть, в том смысле, что неизвестно, какая конкретно доля является долей его. Пока еще не поделили наследство. То же самое трофей. То есть, лежит куча трофеев. Конкретно еще не поделили. Кому сколько из этих трофеев выйдет. В этом случае он может продавать или дарить. Пока еще не может. Но может только в том случае, когда его доля будет определена конкретно. Та-иен. То есть, определиться точно. Ясно или нет? Вот теперь, если ему такой товар перешел, то есть, такое наследство или трофей, допустим, или завещание, по завещанию что-то перешло, и при этом его доля конкретно определена, то в этом случае он может как продавать, так и производить другие взаимоотношения, дарить, давать садака, оставлять влах и так далее, даже если он этот товар еще не забрал. Ясно или нет? Помните, поэтому, когда мы говорили, что человек не может продавать вещь до того, как он ее заберет, имеется в виду, если он получил этот товар, вот эту вещь, по пути имущественного взаимоотношения, купил и тому подобное. Ясно или нет? А если он получил этот товар не по пути имущественного взаимоотношения, то он может делать с ним что угодно, даже если еще не забрал его к себе. Это, иншалла, усвоили. Пульту говорит, шахфамат ибн Хизам, говорит пример этому, исходя из того, что мы изучили выше. Говорит, те арзак, то есть, те виды пропитания, которые дает правительство или государство, разрешено их продавать, даже если ты еще не забрал к себе. То есть, допустим, тебе сегодня, как бы пришло какое-то пособие в виде, допустим, еды какой-то. Допустим, если раздают еду, допустим, иногда раздают детскую еду. Или, например, мешок муки к тебе пришел от государства. Ты его еще не получил. Он там стоит все еще на складах, государственных складах встает. Но ты уже получил что? Чек, допустим, о том, что ты, или талон, по которому ты можешь прийти на склад, забрать этот свой мешок. Можешь ты его продавать? До того, как ты, что сделаешь? До того, как ты еще не забрал его. Можешь. Почему? Потому что ты получил этот мешок не в обмен на имущество, не в процессе имущественного взаимоотношения. А он пришел к тебе как? Бесплатно. Понятно или нет? Как мы говорили при чтении первого блока. Слов ибнукудана. Помните? Говорит, Это мазгаб ханбалитов. Или то, что вытекает из мазгаба ханбалитов, а также ханбалитов. Это более известное мнение, более достоверное мнение у шафиитов. И имам Аль-Бехаки привел это же мнение от Ибн Умара и Зайда Ибн Сабита, то есть от двух сподвижников. И это мнение от них достоверно. Дальше смотри. То, что пророк, саламбалитов, запрещал продавать чеки. Сыкак, сиккэ, это что такое чек? То есть когда к тебе приходит, как мы сказали, талон или чек, что ты имеешь право получить на государственном складе, допустим, 10 мешков муки. Ты можешь его кому-то продать или нет? Мы говорили, можешь продать, даже если ты этот мешок не получил. Даже если ты еще не забрал себе. Теперь вопрос. А как же быть с этим хадисом? То, что запрещено продавать чеки. И пришло такое же от Ибн Умара, но с прерывным снадом у Аль-Бегаки. Разъяснили это. Как Бегаки, так и Науи разъяснили это понятие. Сказали. Говорит, здесь имеется в виду, запрещено продавать чек, который ты сам купил у другого человека, который в свою очередь получил его бесплатно. Вот этот чек запрещено продавать. Пока ты не заберешь этот товар у этого человека. То есть смотри. Я получил от государства чек, колонн, на то, что я имею право на государственном складе получить 10 мешков муки. Потом продал этот чек другому человеку. Могу так сделать или нет? Мы сказали, можешь. Даже если ты эти 10 мешков еще не продал. Я продал его тебе. А эти нам. Если я эти, точнее, 10 мешков еще не забрал. Я тебе продал этот чек. Теперь ты можешь продать этот чек или нет? Этот чек ты не можешь продать, пока не заберешь их 10 мешков. Почему? Потому что к тебе уже эти 10 мешков пришли не бесплатно от государства, от правителя. Так, но пришли к тебе посредством того, что ты их купил, ты этот чек выкупил. У этого кого? У этого первого. Здесь ты уже не можешь продавать этот чек другому человеку, пока эти 10 мешков себе не заберешь. Так ведь? Потому что в этом случае ты получил эти 10 мешков в результате имущественного взаимоотношения, а не бесплатно. Это, иншаллах, усвоили. Это, говорит, имеет в виду под хадисом Абу-Гуррире, что пророк, салаллаху, запрещал продавать чеки. И это более правильное разъяснение, и одному Аллаху лучше известно. Вот теперь смотри, давай приведем относительно последнего понятия, когда ты получаешь чек от государства, допустим, приведем более подробно. Смотри, здесь обладатели знаний говорят, если ты получил чек от государства на получение, допустим, какого-то риска, то есть какого-то пропитания, допустим, как вы сказали, 10 мешков муки. И если ты получил их дополнительно к зарплате, то есть не в виде зарплаты, бывает же иногда такое, зарплату не дают, но вместо зарплаты дают 10 мешков муки. Нет, ты получил как? Отдельная зарплата. Тебе выплачивает твой работодатель зарплату, положенную, как обычно. И плюс к этому государство тебе еще дало 10 мешков. В этом случае мы сказали, что ты можешь продать эти 10 мешков без того, чтобы ты их забрал. Даже если ты их не забрал, ты их можешь продать, потому что они пришли тебе бесплатно. Но теперь другой вопрос, а если тебе эти 10 мешков дали в виде зарплаты, вместо зарплаты? Тебе должны были дать зарплату 20 тысяч рублей, но вместо этого, допустим, дали 20 мешков муки. Сказали, извини, денег нет, так, но можем с тобой расплатиться мукой. Теперь ты получил опять такой же чек, такой же чек на то, что ты можешь забрать со склада 20 мешков или 10 мешков муки. Можешь теперь ты их продать другому человеку, не забрать их? Здесь уже не можешь, потому что ты их не получил бесплатно, но получил вместо денег. То есть, как будто бы ты свою зарплату взял и отдал за эти 10 мешков, и получил 10 мешков. Ясно или нет? Здесь уже ты эти 10 мешков как будто бы купил, а не получил бесплатно. Здесь уже продавать этот чек не можешь. Это не шалов свой. И вторая, и третья ситуация, как мы сказали. Если ты сам купил чек у другого человека, купил чек на эти 10 мешков у другого человека, и ты не можешь продавать этот чек, пока что сделаешь, пока не заберешь эти 10 мешков. Это усвоили или нет? Краткий итог по всему тому, что мы прочитали ранее. Значит, можешь ли продавать товар или распоряжаться товаром любым образом, дарить его или оставлять лапки и тому подобное, до того, как ты его забрал. Сказали, если ты получил этот товар не в результате имущественных отношений, перепало тебе как наследство или зонимы и тому подобное, тогда ты можешь его продавать, даже если ты не забрал. Если твоя доля конкретно определена и выделена. Но если ты получил товар в результате имущественного взаимоотношения, купил и так далее, тогда ты уже не можешь продавать этот товар, пока к себе не заберешь. Сказали, далее следующий вопрос. Ваккали Ибн Кудама Фильмугни. Теперь немножко другой момент. Ибн Кудама в своей книге Альмугни говорит, смотри, Вакуллю Айвадин мулика би Агдин янфасиху бигалаки кабля лкаб лам яйдют аттасарруфы фии кабля кабдыхи. Говорит, и любой товар, Айвад в данном случае это товар, смотри, Любой товар, мулика би Агдин, который перешел в твое владение посредством акта, то есть посредством договора или посредством сделки, янфасиху бигалаки, которая подлежит разрыванию, если этот товар погибнет, кабля лкаб, до того, как ты к себе его заберешь, лам яйдют аттасарруфи кабля кабдыхи. Ты не имеешь права производить относительно него какие-то действия, пока не заберешь его к себе. Пример какой? Допустим, смотри, ты пришел в магазин, покупаешь книгу, отдал тысячу реалов, забрал том книги, так, представь теперь, что ты его не забрал, остался он пока у продавца. Помните, мы этот вопрос рассматривали, если эта книга погибла, что-то с ней случилось, упало с полки ведро с водой, так, все, книга пропала. Вопрос, вот эта сделка, которая произошла между покупателем и продавцом, из-за гибели этого товара подлежит, аннулированной или не подлежит аннулированию, мы говорим, подлежит аннулированию, то есть ее аннулирование этой сделки возможно. Так вот, ну куда мы ставим тебе общее правило? Говорит, смотри, если переход товара к тебе, то есть в твое владение, произошел по пути такой сделки, которая может быть аннулирована вследствие порчи товара или его гибели, тогда ты не можешь производить относительно этого товара какие-то взаимоотношения, пока к себе не заберешь. Отсюда что получается? Отсюда получается, что если к тебе товар перешел, посредством такого договора или сделки, которая не будет разорвана, не будет разорвана, если товар погибнет, тогда ты можешь производить действие относительно этого товара, даже если ты его еще не забрал. Давай приведем пример, пока не прочитали слова и внуку дамы, для того, чтобы этот вопрос у нас яснее стал. То есть, допустим, смотри, допустим, женщина вышла замуж за мужчину, потом не смогла с ним жить и попросила у него хуля. Что такое хуля? То есть, что-то вроде развода со стороны женщины. То есть, делается каким образом? Женщина отдает обратно мага мужчине, и взамен этого он дает ей свободу, то есть она уходит от него. Это называется как? Хуля. Это другое дело, это не таляк. Таляк это в руках кого? Таляк в руках мужчины. А хуля, инициатива происходит со стороны женщины. Таляк, как она может произвести хуля посредством того, что обратно отдает мага? Вот теперь смотри, двое договорились. Допустим, мага был в такое-то золотое украшение, или какой-то сад, например, сад, состоящий из деревьев. Таляк женщина решила, что она не может жить с этим мужчиной по каким-либо причинам, и попросила хуля. Договорились муж и жена, то, что жена отдает ему обратно его сад, или обратно его золотое украшение, и на этом она свободна. Так договорились на этом. Потом муж согласился на это, женщина является какой? Свободной. Даже если она еще не отдала этот товар. Вот теперь, представь, договорились на этом, женщина свободна, товар пропал. Огород сгорел, золотое украшение потерялось. Женщина не смогла его найти. Теперь вопрос, товар пропал или нет? Порча произошла или нет? Порча товара произошла. Но порча этого товара ведет ли за собой аннулирование сделки, то есть аннулирование договора или нет? Нет, аннулирование договора не несет. То есть женщина свободна. Так, пропал товар или не пропал? Но муж может требовать, то есть бывший, от этой женщины что может требовать? Мисель. Либо подобие, либо кима, либо цену. Видишь, он не может что делать? Аннулировать товар. А аннулировать точнее кого? Сделку. Или, например, допустим, другой пример. Человек, я тебе говорю, освободи этого раба, я тебе взамен дам, допустим, такой-то товар. Допустим, дам тебе корову или дам тебе компьютер за то, что ты этого раба освободил. Так, он освободил раба. Потом, когда я хотел тебе эту корову привезти, она подохла. Или этот компьютер хотел принести, разбился. То есть товар что сделал? Пришел в порчу, то есть аннулировался. Погиб. Вопрос, раб обратно в рабство возвращается или нет? Или то, что его освободили, все, это сделка, которая не аннулируется, он не может вернуться обратно в состояние рабства. Говорим, нет, все, раб свободен, он получил свободу, он уже не вернется обратно в рабство. Почему? Потому что товар, который был за него предложен, погиб. Ясно или нет? Ну, освободитель этого раба, что делает вместо этого? Требует у этого, который обещал ему, допустим, компьютер взамен, требует у него что? Либо такой же компьютер, мисль, то есть подобие товара. Так, либо тима, либо цену за этот товар. Понятно или нет? То есть смотри, значит сделки бывают скольки видов, исходя из слов игнуху дамы, двух видов. Такая сделка, которая подлежит разрыву из-за порчи товара, и такая сделка, которая из-за порчи товара разрыву не подлежит. Так вот, ну куда мы говорим, если ты получил товар, то есть свое владение, посредством такой сделки, которая подлежит разрыву, если товар будет спорчен, тогда ты не можешь что делать? Производить какие-то действия относительно товара, пока ты его не заберешь. Ты должен его забрать. Ясно или нет? А если порча нам, а если ты перенял этот товар посредством сделки, которая не подлежит аннулированию из-за порчи товара, тогда ты можешь делать с этим товаром все, что хочешь, даже если ты его еще не забрал. То есть в каком смысле? Смотри, договорились на том, что женщина отдает обратно золотое украшение взамен хула. Так, потом это золотое украшение нам еще не перешло к кому? К мужу. То есть он его еще не забрал обратно. Может он его сразу продавать или нет? В этом случае он его может продавать. Понятно или нет? Почему? Потому что он получил в результате такого договора, который не подлежит аннулированию, если этот товар будет испорчен. Почему он может продавать его до того, как он забрал? Потому что этот товар мабмун, то есть у него есть ответственность, то есть у него есть точнее боман, то есть гарантия на то, что этот товар перейдет к нему. Даже если он будет испорчен, он получит подобие. Или если не получит подобие, получит цену за этот товар. Поэтому он может распоряжаться этим товаром, продать его, дать его, допустим, что? Садата, оставить его в акт и тому подобное. А в первом случае, почему он не может распоряжаться, пока не заберет? Потому что он, так как этот товар не перешел еще к нему, и произойдет его порча, то есть этот акт может что сделать? Аннулироваться, и он не получит ничего взамен. Ясно или нет? Просто аннулирует и все. Поэтому он не может что делать этим товаром? Управлять. Не может его продавать, не может его дарить и тому подобное. Потому что он не уверен, что этот товар перейдет к нему. И он, получается, накладывает второй акт, вторую сделку, на первую сделку, результаты которой еще не утвердились. Это усвоили или нет? Видишь, поэтому говорит, смотри, Хады Ивнопудама, Фельмогни, второй раз прочитаем. Вот эти вот слова, вторые, не то же самое, что первые. Не то же самое, что первые. В первом случае, в первом абзаце, Ивнопудама говорит, если ты получил товар в результате неимущественной сделки, неимущественного взаимоотношения, тогда ты можешь делать с ним все, что угодно, даже если ты его не забрал. Но если ты получил товар в результате имущественного взаимоотношения, то ты не можешь его продавать или дарить и так далее, пока ты его к себе не заберешь. С этим разобрались или нет? С этим разобрались. Теперь второй блок слов, это уже другая немножко, другая разграничительная черта. Видишь, Хады Ивнопудама в своей книге Аль-Мухни говорит, смотри, И любой товар, который перешел во владение посредством сделки, которая может быть аннулирована из-за порчи товара до того, как ты его забрал. Не имеешь права ты относительно этого товара, произвести сделку или действие, пока не заберешь к себе, не можешь его продавать, не можешь дарить и тому подобное. Каллади Закарна. И эти примеры подобны тому, как мы упомянули. То есть, видимо, что Ивнопудама по книге упомянул до этого какие-то примеры этого, как торговля, как что-то из этого. Дальше. Смотри, теперь. Что касается Уджира и Бадалус Сульх, то есть, как бы, есть немножко ограничения в ханболистском Азхабе. На самом деле, этого ограничения нет. И Уджира и Бадалус Сульх относительно него такие же постановления, как относительно того, что мы упомянули ранее. Смотри, что такое Уджира? Уджира, когда ты берешь какой-то предмет на опользование и взамен отдаешь что-то. Допустим, снял квартиру. Что ты сделал? Забрал квартиру на опользование и взамен отдал деньги или нет? Взамен деньги отдал. Взял, допустим, машину на опользование на неделю. За эту машину, то есть ты эту машину берешь в свое владение или нет, я в свое владение ты не берешь, но пользуешься лишь пользованием. Ясно или нет? И взамен этого пользования, то есть неделя пользовался машиной, что делаешь? Отдаешь деньги хозяину этой машины. Затем через неделю эту машину обратно ему возвращаешь. Это называется как? Ужира. Ужира, то есть взять что-то в аренду. Берешь какой-то предмет и плачешь за его пользование за определенный срок. Вместе с тем, что сам предмет к тебе как владение не переходит. Но остается во владении кого? Остается во владении продавца. Это называется как? Уджера. Теперь вопрос. Уджера из каких сделок? Из таких сделок, которые и анфасик или не анфасик, которые подлежат аннулированию или которые не подлежат аннулированию, если пропадет товар. Смотри, мы с тобой вдвоем договорились о том, что я беру у тебя машину на неделю, пользуюсь ей и отдаю тебе товар, отдаю тебе деньги за это пользование. Теперь вопрос. Мы с тобой договорились, я отдал тебе деньги, пришел за машину, машина пропала. То есть машина до того, как я его забрал, оказалась какой? Аннулированной, то есть испортилась и тому подобное. Попала в аварию до тебя. Этот ад аннулируется или не аннулируется? Это так аннулируется. Так или нет, подлежит аннулированию. Поэтому это тоже входит в первый блок. То есть так, что ты не можешь пользоваться этим или производить какие-то действия относительно этого товара, пока ты его не забрал. То есть смотри, мы договорились, что я снимаю у тебя машину на неделю, арендую машину на неделю. Отдал тебе деньги, машину еще не забрал. Могу ли я тут же договориться, что я другому кому-то сдаю эту машину на неделю, допустим? Или дом, снял дом, еще пока сам не заехал в этот дом. Или хозяин еще не выехал из этого дома. Могу ли я что сделать, сдать его в аренду в свою очередь? Не могу. Потому что, почему? Пока не забрал этот товар к себе, понимаешь или нет? Потому что эта сделка может быть аннулирована, если этот товар окажется испорченным или погибшим. Усвоили или нет? Значит, утро тоже сюда входит. Смотри, уа бадалюссуль. А что такое бадалюссуль? То есть, допустим, произошло какое-то трение между двумя людьми, или между двумя племенами, или между двумя группами людей. Так? Кто-то сотворил что-то дурное. Теперь второй хочет что сделать? Наказать этого первого, который что-то дурное сотворил. Приходят люди, которые что делают? Которые пытаются сделать суть. Пытаются установить договор между двумя этими группами. И говорят, давай, наказание не применяй, мы тебе заплатим что-либо взамен. Возьми, допустим, это стадо баранов, и все, мы с тобой разошлись. Или возьми, допустим, вот этот холодильник, или вот этот автомобиль забери, он твой, и все, наказание не применяем. Так это называется как бадалюссуль. То есть, замена за что? Платишь что-то за договор, за то, что тот отказывается от наказания. Это тоже может быть разорвано или нет? Тоже может быть разорвано. То есть, смотри, человек говорит, ладно, все, я наказание не применяю, я отказываюсь от наказания, взамен того, что ты дашь мне, допустим, этот автомобиль. Потом, когда пришел автомобиль забирать, автомобиль оказался каким? Оказался испорченным, или попал в аварию. Короче говоря, погиб. Теперь этот, отменить можно свой договор или нет? Да, в этом случае он отменяет свой договор и говорит, хорошо, тогда применяем наказание. Понятно или нет? Значит, раз эта сделка подлежит разрыву из-за порчи товара, то ты не можешь. То есть, этот хозяин, который, то есть, не хозяин, точнее, а кто, который имел право на наказание, но отказался от него взамен какой-то замены, какого-то имущества, может продавать это имущество, пока он еще к себе его не забрал? Нет, продавать его не может. Почему? Потому что это из того рода сделок, которые могут быть аннулированы из-за порчи товара. Это, иншаллах, усвоили. Говорит, из-за кана минальмакиль ауль маузун ауль маадур. Здесь Ибн Кудама привел эти слова, исходя из их ханбалинского мазаба. Говорит, это если товар минальмакиль, который возможно рассчитать его объем, ауль маузун, или который возможно взвесить, ауль маадур, или который можно посчитать. Это потому, что ханбалиты указывают на то, что забирание товара возможно только относительно этих трех вещей. Относительно того, что можно взвесить, можно определить его объем или посчитать. То есть, допустим, земля, ее невозможно посчитать, так или нет, но ее возможно только что сделать, ее возможно измерить. Они уже говорят, здесь хабб не идет. Поэтому относительно нее, что они здесь не разговаривают. А мы говорим, нет, постановление распространяется на любой товар. Любой товар нельзя продавать, пока ты его не заберешь. Будь то подлежащий весу, подлежащий объему, или подлежащий счету, или подлежащий чему-то другому. Ясно или нет? В любом случае товар не подлежит сделке. Значит, вот эта фраза, это, можете у себя подписать, это касательно только ханбалитского мазаба. Но правильное мнение, что любой товар подпадает под это правило. Любой товар подпадает под это правило. Далее говорит, смотри, А если ты приобрел этот товар посредством такого договора или такой сделки, которая не аннулируется из-за порчи товара, То здесь ты можешь что делать? Тасарруф. Можешь распоряжаться этим товаром, даже если еще не успел его забрать к себе. Говорит, Видишь, те примеры, которые мы приводили. Как плата за хуля, То есть, женщина отдает, как мы говорили, золотое украшение свое, которое она получила в виде махра, или сад, огород, какой-то и тому подобное. Так человек может пользоваться им, то есть распоряжаться им, даже если его еще не забрал. Может его подарить, может его продать и тому подобное. Видишь, или освобождение за деньги, опять, который мы приводили, пример, освободи раба, замен этого я тебе дам что-то из имущества, дам тебе компьютер или дам тебе, допустим, холодильник и так далее. То же самое, замен за договор, замен за снятие наказания, за умышленное убийство. Здесь уже нет такого, что постановление отменяется. Смотри, если человек, уволи, то есть опекун убитого простил убийцу за то, что тот даст ему что-то взамен, даст ему что-то взамен из товара, даже если товар погиб, опекун убитого не может отменить свое прощение. Все, прощение состоялось. Потому что это вопрос серьезный, вопрос крови, вопрос жизни второго человека. Ясно или нет? Здесь он не может аннулировать свое прощение, но имеет право требовать подобный товар, который погиб, или цену его. Это усвоили. Говорит у Аршельджинаи. Аршельджинаи это что? что, допустим, ты ранил меня в мою руку. Допустим, ранил меня посредством чего-то, ножом или оружием. Ранил меня в мою руку. Ты должен заплатить аршу джинайя, штраф за твое преступление. Арш – это штраф. Джинайя – это какое-то преступление. Относительно, допустим, личности, его здоровья и тому подобное. Мы договорились, что ты мне взамен этого ранения, которое ты мне нанес на руку, отдашь мне двух верблюдов. Двух верблюдов отдашь. На этом договорились, потом что случилось, эти верблюды пропали. Здесь аннулируется сделка наша, наш договор или нет. Или я могу применить ТСАС, я могу применить подобное же ранение к тебе. Нет, здесь, если я тебя просил один раз, я уже не могу что сделать, не могу отменить свое прощение. Видишь, когда вопрос касается крови, когда вопрос касается жизни ТСАСа, то есть возмездие, которое касается крови, здесь человек не может отменить свое прощение. Теперь, если эти два верблюда погибли, что делать? Это может требовать замен двоих других верблюдов подобных или требовать их цену. Ясно или нет? Говорит, теперь вопрос, могу я этих двух верблюдок, я еще и все не забрал, могу сразу их подарить кому-то? Или продать их кому-то? Могу, потому что это и такая сделка, которая не разрывается из-за порчи товара. Понятно? Я потому что в любой момент могу потребовать что, замену, или могу потребовать цену. Далее говорит, или цена за уничтоженную вещь. То же самое, цена за уничтоженную вещь, она у тебя в твоем домане. Ты уверен, как бы, под гарантией твоей, если твою вещь уничтожили, ты забираешь что-то взамен ее. Поэтому, если у тебя уничтожили вещь, и вы договорились, что он отдаст тебе подобие, ты это подобие можешь продавать, даже если ты это подобие еще не забрал. Потому что это из таких договоров, которые не разрываются из-за порчи товара. Смотри, теперь важный вопрос. Ляннальмутлык литтасарру альмильк вахадуджида. Потому что разрешающий фактор для твоих действий относительно этого товара здесь, это мильк. Это то, что оно перешло к тебе во владение. А не то, что ты его забрал. Ахадуджида. И переход в твое владение уже произошел. То есть смотри, когда ты покупаешь дом, когда ты покупаешь дом, после твоей покупки следуют две вещи. Какие две вещи? Первое, то, что этот дом перешел в твое владение. Второе, то, что ты забрал его на действие, на деле, в действительности, ты заехал в этот дом. Или хозяин этого дома освободил этот дом от себя, от того, что ему принадлежит. Теперь мы говорим, можно ли продавать товар до того, как ты его забрал? То есть он во владение к тебе уже перешел, но ты его еще не забрал. Как мы говорили, мешок картошки купил, оставил в магазине у протодца. Ты его еще не забрал. Но во владение он твое перешел или нет? Во владение он твое перешел. Но забрать ты его еще не успел. Ты можешь его продать или нет? Смотрим, на основании какой сделки ты получил этот мешок картошки? На основании сделки, которая может быть разорвана, если этот мешок картошки пропадет? Тогда не можешь производить никаких сделок, пока не заберешь эту картошку себе. Если это посредством такой сделки, которая не может быть разорвана, если этот мешок пропадет, но ты можешь требовать подобие или цену, тогда ты можешь его продавать, даже если ты не забрал. Почему? Потому что в этих видах договоров, которые не аннулируются, в любом случае, даже если товар пропадет, Что является разрешающим фактором для тебя действовать относительно этого товара? Продать его, подарить его и так далее. Просто то, что оно перешло к тебе во владение. Даже если ты его еще не забрал, у Ападуджида. А это уже существует, это уже имеется в наличии. То есть в твое владение этот товар уже перешел. Понятный элемент. Соответственно, ты можешь им распоряжаться, даже если ты его не забрал. Вот это усвоили ли нет? Это иншала усвоили. Смотри, на это можешь черточку такую поставить. Теперь придет немного другой разговор, немного другое слово. Но есть ли перед нами такая сделка, относительно которой есть сомнения? То есть нет уверенности, что она не аннулируется. То есть у тебя есть сомнения, что эта сделка может быть аннулирована из-за пропажи товара. Так из-за гибели товара. Тогда, говорит, здесь ты не можешь распоряжаться этим товаром. Почему? Не можешь какую-то новую сделку строить на основании этой первой сделки. Тахарруза минангара. Для того, чтобы оберечься от неизвестности, оберечься от превышающего риска. То есть, видишь, смотри, перед тобой сделка, которая может быть аннулирована, а может быть не аннулирована. Здесь, говорит, не нужно делать какие-то действия относительно этого товара, пока ты не заберешь. Почему? Потому что, возможно, ты продашь его или оставишь его вахт, потом окажется, что этот товар пропал, и ты взамен ничего не можешь требовать. То есть, сделка аннулируется. Так, здесь уже, говорит, ты производить действия не можешь. А если такой опасности нет, то есть, ты уверен, что эта сделка не может быть разорвана, тогда здесь никаких запрещающих факторов для тебя нет. Производить действия относительно этой сделки. Здесь ты уже можешь новую сделку совершать на основании этой первой сделки, то есть, даже если ты товар к тебе не забрал. Это мнение Абу Халифы. Потом, Ибн Кудамы передал от Имама Шафии в этом вопросе разногласия, то есть, он согласен с Абу Халифой, но разногласия лишь в вопросах Махара и вопросах Айвад Аль-Хала. То есть, возврата товара за хуля. Помните или нет? Хуля, то есть, тот развод, который требует женщина, или тот развод, который требует женщина. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, что получилось с Лохим, ну куда мы? Смотри, если ты уверен, что сделка не разорвется, даже если товар пропадет, можешь делать с этим товаром все, что захочешь, даже если ты к себе не забрал. Если ты уверен, что сделка разорвана, разорвется, если товар пропадет, или предполагаешь хотя бы, что это возможно, тогда ты не можешь что делать, распоряжаться этим товаром, пока ты к себе не заберешь. Это общий вывод в нескольких словах после всего того, что мы читали. Усвоили? Краткий итог по всему тому, что мы прочитали ранее. Значит, можешь ли продавать товар или распоряжаться товаром любым образом, дарить его или оставлять вахты и тому подобное, до того, как ты его забрал. Что если твой товар перешел в твое владение в результате такого договора или сделки, которая не аннулируется из-за порчи товара, то ты можешь распоряжаться этим товаром, даже если не забрал его. А если ты получил товар, то есть перешел в твое владение в результате такой сделки или договора, который аннулируется, или возможно, что он аннулируется, если этот товар пропадет и придет его порча, тогда ты не можешь распоряжаться этим товаром, никаким видом распоряжения, не продать не можешь, не подарить не можешь, пока к себе не заберешь. Усвоили или нет? Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Тебе смотри, а можно ли продать товар до того, как ты его забрал, если ты продаешь его опять продавцу обратно? То есть, допустим, ты купил у него товар, мешок муки, ты его еще не забрал. Можешь ли позвонить ему и сказать, забери обратно, я тебе обратно его продаю? Или ты можешь его продать только после того, как ты его заберешь? Говорит Аджада Далека Шейху Лислам, Говорит Шейху Лислам, в этом случае разрешил продавать товар, который ты еще не забрал. Говорит, потому что нет причины запрета. А причина запрета была какая? Возможность разногласия среди двух людей, между продавцом и покупателем. То есть, как мы говорили, представь, покупатель купил у продавца мешок за 100, потом тут же привел человека и, грубо говоря, под носом у продавца продал ему за 120. Так, продавцу это не понравится, и он может попытаться что сделать? Попытаться разорвать эту сделку любым способом. А здесь, говорит, не будет такого, потому что продажа происходит опять обратно самому же продавцу. Но подавляющее большинство ученых считает это неразрешенным. Леруму Маннаги из-за общности запрета в этом вопросе. Вот Арджиа Шейху Лисламин. И это второе мнение выбрал Шейху Лисламин о том, что это запрещено, так как пришли общие доводы на запрет, и исключение этой истории или этого вида требует отдельного довода. И указание на то, что здесь нет причины разногласия, не является верным. Причины разногласия возникнуть могут. Поэтому необходимо что-то сделать, вынести, а затем продавать. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Можно ли относительно того товара, который ты купил, но ты его еще не забрал, совершать относительно него шарика, то есть совместное владение. То есть, допустим, приходишь к человеку и говоришь, я там мешок муки купил, допустим, но вот ты его еще не забрал. Говоришь, давай его возьмем на двоих. Половина тебе, половина мне. Можно такое делать или нет? То есть, как бы ты ему и не продаешь, но и с другой стороны не бесплатно. Так шарика, то есть происходит взаимное владение. Тобили продавать его по той же цене. То есть, если ты этот товар не забрал, продаешь его также за сто. То есть, допустим, ходил, потом передумал, решил его не брать, решил, что деньги тебе важнее. Тут же позвонил, нашел другого покупателя и сказал, иди забери у того продавца. Там мешок муки лежит мой. Я у него за сто купил, ты так и за сто забери. Такое разрешено или нет? Говорит, если мы говорим о товарах, которые необходимо забрать до того, как они могут быть проданы, а как мы говорили, любой товар необходимо забрать, так или нет, пока он не будет продан. Говорит, нельзя относительно него совершать ашарика, то есть взаимное владение, пока этот товар не будет забран. Потому что взаимное владение это не что иное, как продажа товара за его долю. То есть, если ты говоришь, давай мешок на двоих, получается, что если ты купил мешок за сто, получается, что этот должен отдать тебе пятьдесят. Правильно или нет? То есть, здесь получается то, что ты продаешь свою долю или часть своего товара за долю. И это и есть продажа. А как мы говорили, нельзя продавать тот товар, который ты еще не забрал. А ашарика это один из видов продажи. Говорит, ва-ля-джу-с-фи-я-тау-ле. И также запрещено относительно этого товара тау-ле, то, что называется тау-ле. Что такое тау-ле? Ва-я-бей-р-у-бина-в-си-сэмэн. Это когда ты продаешь товар за ту же цену, за которую ты его сам купил. Как мы говорили, за сто купил, за сто продал. Это, говорит, тоже запрещено. Почему? Потому что это тоже продажа. То есть, человек имеет от этого денежную выгоду. Кто-то скажет, какую выгоду он имеет. Сто отдал, сто забрал, никакой выгоды нет. Но для меня здесь выгода есть в том, что он передумал брать этот товар и решил вернуть себе обратно деньги. А если бы он не продал этот товар, он бы смог у продавца свои деньги вернуть или нет? Он бы мог обратиться к нему, но продавец мог бы ему отказать. Потому что они уже разошлись, так и деньги закрепились на ком на продавце. Поэтому он здесь приобретает свои сто рублей, допустим, или сто долларов, или сто реалов и так далее, возвращает к себе. И это мнение большинства ученых, и оно является правильным противоречи имаму Малику. И также Шейх Абнанас Аймин в своей книге Шах Абнанас Аймин указал то, что противоречил в этом вопросе также еще и Шейх Абнанас Аймин. Понятно? То есть, этот вопрос, этот последний, почему мог затронуть быть? Потому что некоторые из ученых, как Шейх Абнанас Аймин сказал, здесь человек купил товар и продает его, ничего не выигрывая на этом из денег. То есть, видишь, он что сделал? Купил за 100 и вступил в взаимное владение со вторым человеком. И получил от него 50. То есть, он не продал ему за 60 или за 70, не продал ему дороже половину мешка. То есть, если я купил мешок за 100, половину мешка за сколько получается? За 50. Я так и продал за 50. Говорят, здесь он ничего не приобрел. Поэтому это разрешено. Мы говорим, суть запрета не в том, чтобы человек приобрел что-то из денег или не приобрел, а в том, что Пророк Салавасом запретил продавать и заключать любые имущественные сделки относительно товара, который ты еще не забрал после покупки. Понятно или нет? То же самое, если ты продаешь весь товар за ту же цену, за которую ты купил, тоже является запретным. Но должен сначала вынести, забрать его к себе, а потом уже что делать? Продавать, как желаешь. Либо вступать относительно этого товара во взаимное владение, либо продавать его по такой же цене, либо дороже, либо дешевле. Это уже дело твое. Субханакаллахума. Продолжение следует...